За подписью Бегина под этим договором стояли прежние агрессивные замыслы Израиля. Сионистская доктрина захвата арабских земель сформулирована Бегином в книге «Мятеж». Эти кадры сняты до провозглашения государства Израиль. Именно это кровавое событие стало прологом его политики. Дейр-Ясин. Все жители этой арабской деревушки были убиты. Представитель Международного Красного Креста засвидетельствовал. Это была преднамеренная резня, устроенная бандой, действовавшей только по приказу. Тогда ее предводителем был Минахем Бегин. На карте Палестины, по решению Генеральной Ассамблеи ООН 1947 года, должно быть создано два государства, арабское и еврейское. Арабское государство до сих пор так и не создано. Уже в то время тогдашний премьер-министр Израиля Бен-Гурион бросил воинственный клич о создании Великого Израиля от Нила до Ефрата. Лидеры сионизма постоянно твердили о мирной колонизации земли без народа. Но на этой земле жил народ, арабский народ Палестины. А в основе так называемой мирной колонизации лежали угрозы и террор. Уделом миллионов арабов стало скитание, горькая судьба людей без Родины и без будущего. Уделом тех, кто остался на оккупированных землях, политическое бесправие, полицейские репрессии, концлагеря. Политика экспансии получает дальнейшее развитие. Война 1967 года была подчинена той же задаче. Созданию Великого Израиля. Захвачен западный берег Иордана. Заняты голландские высоты и сектор Газа. В руках агрессора Суэцкий канал Синай. Израильские танки на улицах оккупированного Иерусалима. Горе, боль, смерть на каждой пяде захваченной земли. Так сионисты перекраивают карту Ближнего Востока, осуществляя доктрину расселения. В реализации захватнических целей правители Тель-Авива опираются на военную, финансовую и политическую помощь империалистических кругов. Именно они дают Бегину охранную грамоту на бессрочную оккупацию арабских земель. Намерены ли вы остаться на западном берегу Иордана, спросил английский корреспондент Бегина. Мы останемся, конечно. Намерены ли вы держать на западном берегу воинские подразделения для гарантии израильского присутствия? Да, почему бы и нет. В Кэмп-Дэвиде согласован план, не позволяющий палестинцам иметь собственное государство. Им этого никто не позволит. Такую судьбу уготовили сионисты народу-изгнаннику. Кэмп-Дэвид не решил и даже не приблизил решение главной проблемы кризиса. Судьба народа Палестины, разбросанного на чужбине, остается открытой раной Ближнего Востока. Уже третье поколение палестинцев живет без родины. Поступившись с жизненными интересами палестинцев, Саддат в Кэмп-Дэвиде, подписав этот договор, принес в жертву судьбу целого народа. Для Каира Кэмп-Дэвид означал политическую его изоляцию в арабском мире. И итог этот закономерен. Присягая на президентство, Саддат клялся народу продолжать курс Насара. Курс прогрессивных преобразований внутри страны, проведение внешней политики, которая сплачивала бы единство арабского народа. Военная победа в 1973 году, возвратившая Египту-Суэцкий канал, способствовала росту авторитета египетского президента, укрепила его позиции в арабском мире. Простые люди надеялись, что президент даст им мир и обеспечит лучшую жизнь. Позже народ поймет. Обещав идти по пути Насара, Саддат повернул вспять. Он объявит политику открытых дверей. Доступ в страну иностранного капитала, ограничение государственного сектора, возвращение национализированных предприятий и земли прежним владельцам. Вот что такое политика открытых дверей. Очень скоро египтяне увидели такая политика против их насущных интересов. И возмущение волной прокатилось по стране. Это результаты голодного бунта. Уже через два года после начала политики открытых дверей в 1976 году ООН отнесла Египет к категории бедствующих стран. Неспособность справиться с собственными проблемами в стране заставила Саддата отправляться за рубеж. Поиск новых кредиторов, призванных оживить парализованную экономику Египта, увеличивал иностранную зависимость режима. Вашингтон особенно привлекало положение Египта на геополитической карте, возрастающая податливость его режима, готовность отвечать за поддержку нужными услугами. Согласившись на эту роль, Каир пойдет даже дальше, чем ожидали его покровители. 18 ноября 1977 года Саддат прибыл в оккупированный Иерусалим. Предательство дела арабов. Так оценил эту акцию арабский мир. Взяв курс на сепаратную сделку, Саддат открыто поступился интересами нации. В ходе политического аукциона египтский президент уступил требованиям агрессора. Взамен ему вернули горсть синайского песка. Саддат 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 Продолжение следует...